Поздравляю вас, дорогие братья и сестры! 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 Когда придет Антихрист, этот праздник будет совершаться в храмах, потому что сила Божия недоступна для дьявола, сила Божия недоступна для злой силы. Свет все равно побеждает тьму, даже если к этому свету причастны лишь немногие люди. И до конца времен люди смогут выбрать или крест Господень, воздвигаемый над миру, или адскую бездну, которая прикрыта иногда бывает уловками дьявола, соблазнами, искушениями, приятными удовольствиями, но все-таки есть адская страшная бездна. И крест Господень, который говорит нам о страдании Христа, и нам тоже возвещает некое малое страдание, совсем малое, совсем ничтожное по сравнению с той радостью, которая есть в кресте. Крест Господень – это знак нашей победы, знак нашей жизни. И люди до конца времен будут выбирать свободно, потому что Бог ценит нашу свободу и любит нас в нашей свободе. Свободно выбирать, куда им идти – вверх на гору, вверх поднимаясь, поднимаясь в горе, в горе воздвигая свою душу, свое сердце, или в страшных и греховных удовольствиях, в грехах спускаться все ниже в адские глубины. Дай Бог, чтобы мы с вами в этот праздник, придя на этот суд, потому что этот праздник есть суд, конечно, для каждого из нас, осудили в себе это движение вниз, движение к каким-то греховным удовольствиям и радостям, и научились всегда воздвигать себя горе, туда, где сияет в недостижимой высоте крест Господень. В последний день мы увидим этот крест на небе. Этот крест будет явлен как святозарная молния всему миру. И вот это воздвижение чеснока животворящего Господня есть напоминание и об этом последнем дне, в котором человечество будет жить на земле, последнем дне человеческой истории. Так что сегодняшний праздник всеобъемлющий, он напоминает нам с вами о многом, и дай Бог, чтобы мы, нося на себе крест, всегда помнили о смысле воздвижения чеснока животворящего креста. Субтитры создавал DimaTorzok